привет это канги и мы на стране fm сейчас будем разговаривать меня зовут артур занимаюсь музыкой с самого раннего возраста примерно с шести лет начинал на скрипке я закончил музыкальную школу на фортепиано занимался вокалом как и в церковном хоре так и в педагогическом не педагогическим а как академическом родом из саратова из обычной семьи рабочих уже сейчас семь это просто услышь меня собака вали мегаполис жить не запретишь и я возьми сердце моё на данный момент у меня семь треков в сети первый из них это был просто услышь меня он вышел да он вышел 6 марта год назад это первый мой трек и первый трек как раз который услышали много людей судя по интернету это очень приятно что сразу же был замечен людьми и я очень благодарен за это последний трек который вышел это был жить не запретишь и хотелось бы сказать то что жить не запретишь я работаю замечательной командой legacy music в данный момент это сейчас один из ведущих лейблов в стране я очень горд то что нахожусь там со мной работает несколько музыкантов это виктор ерещенко под псевдонимом медвентон работает денис метелев под псевдонимом мы уже с ними давно хоть и начинал я все-таки как-то самостоятельно мне хотелось и в первую очередь и самому доказать самому себе что я могу все сам это такой какой-то юношеский наверное максимализм не знаю как это еще назвать вот и например просто услышь меня и собака это два трека которые были были сделаны самостоятельно еще есть замечательный человек алексей шибаев это тот кто занимается финальным подведением трека сведением и мастерингом и под последние песни и предстоящий альбом полностью написан музыка была полностью написана виктором за что я ему очень благодарен дома в семейном очаге у нас постоянно играла розенбаум и айла пугачева вот это в самом раннем возрасте то бишь мама бабушка они как раз у них было у них был магнитофон между прочим сиди дисками что на тот момент было удивительно и у нас было как раз вот несколько дисков алла пугачева и розенбаума стинга и робби выльямса вот поэтому я рос на такое на такое более как сказать классической музыки эстрадные музыки но потом естественно пришлось взрослеть вот и я узнавал о музыке все больше и слушал как и хип-хоп например какого-нибудь 50 цента так и слушал электронную музыку драм-н-бэйс сцену нейрофанк сцену пендулом продиджи в какой-то период я очень увлекся английской сцены и кей саундом тоже инструментальной музыкой вот сейчас я слушаю очень выборочно и мало но в основном андерграундную музыку довольно таки сложный вопрос потому что я не сильно слежу за за всем что происходит в мире но в россии в россии тоже не свяжу могу сказать что чарты в любом случае это работает так что люди выбирают исполнитель которого они будут слушать вот если данный исполнитель находится в чарте на первом или на третьем без разницы каком месте значит люди это слушают и им это нравится поэтому каждому свое первую очередь много хороших исполнителей в россии я например отметила бы туманью я наверно в каждом буду интервью говорить про него и хотел бы отметить стади есть такое исполнитель замечательный они оба эти исполнители аутентичные и конечно же вся команда legacy music все артисты и музыканты legacy music они также по-своему прекрасно и хорошо когда мне просят это довольно это прямо распространенные в первую очередь не вопрос просьба когда я захожу в прямые эфиры какую-нибудь социальную сеть это сними маску у меня уже как-то атрофировано на все это вот но хочу сказать то что следите обязательно за своим здоровьем и вирус это не шутки мойте руки все 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 ношение маски связано в первую очередь с этим что надо следить за своим здоровьем хорошие плохое все относительно абсолютно все любые вот эти противопоставляющие себе вещи они все в любом случае относительно я люблю людей но только когда они спят это песня есть песня в сети сниппет у меня очень аудитория требует эту песню но просто я долго не выпускала вот как раз она будет в альбоме это вот как раз в месяц оттуда он более саркастичный на самом деле он типа я люблю людей но как раз только когда они спят когда они спят они пребывают в снах в котором они могут делать чего угодно у меня много всего было чем я занимался я помимо музыки просто музыка это была как основополагающая какая-то но какие-то моменты музыки не как сказать ее хватало и хотелось бы интересоваться чем-то еще я очень много читал научной литературы работал в не очень таких местах советы не советую в музыку я попал с родителями естественно я думаю как у большинства это и спортсменов и творческих людей это родители в первую очередь меня отвели на музыкальную школу не знаю почему возможно потому что я много кричал и орал дома и мне сказали то что ты будешь музыкантом вот не отвели я выбрал скрипку вот и через четыре года случилась странная ситуация просто жил в таком районе где этого не понимали мне сказали то что чувак завязывай ты чё я бросил скрипку я перешел на клавишные в этом многие этого не воспринимали я прям но я в таком прям агафоновка скрипка в моих воспоминаниях к сожалению только вот материальная ее нет я думаю когда-нибудь куплю и попробую восстановить умение эти потому что скрипка прекрасные инструменты она звучит очень магически не зря я в каких-нибудь мультфильмах постоянно использует как элемент волшебство вот я я не знаю русский язык прекрасен и я не знаю почему мы его должны ограничивать мне кажется тоже самый мат что его так вот заклеймили что он не культурен и он не эстетичен мне кажется это одно из самых прекрасных вещей с помощью которой можно выразить свои эмоции например по крайней мере есть песня вали и я как раз именно в этой песне выразила данную эмоции посылая кого-то да да я в повседневной жизни матерюсь и для меня это пример приемлемо даже семьей типа у нас бывает иногда в шутку мы можем что-нибудь сказать в интернете у меня как бы есть но она устное расписание в голове то что на интернет надо обязательно тратить время вообще я просто разделяю свою жизнь до и после например до вот начала жизни я очень много сидел в интернете в поисках постоянно чего-то нового в поисках новых интересов новых идей сейчас я уже меньше сижу потому что я у меня постоянно коммуникация с кем-то я просто общаюсь делюсь и мне этого хватает а так ну типа социальные сети иногда в игру одну и ту же самую играю чтобы отвлечься например эта игра в сад короче можно так сказать я просто сижу грибочки собирает вконтакте вконтакте для меня это основополагающая социальная сеть я в ней больше всего общаясь с людьми именно в текстовом виде инстаграм это в истории естественно видео форматы там общаясь посредством вот как раз голосовых и tick tock но tick tock это основополагающее распространение своей музыки сейчас я думаю как у всех не только у меня там записываем смешные там видео и либо просто общаемся также с аудиторией да они растут и это конечно же искренне этому радость потому что это в любом случае слушатели это те люди с которыми которые подписались нажали да вот на подписку соответственно ты можешь коммуницировать с этим человеком и это прекрасно поскольку подписчиков не особо ошибка важно сам факт того что рост есть вот вот это прекрасно что удивительно мне не не верят но я читаю все все что все что можно я смотрю отметки постоянно когда мне кто-то и в инстаграме отмечает я обязательно ставлю лайк ну смотрю видео это в основном кавера либо ремиксы какие-то я смотрю лайкаю сохраняя чтобы на будущее я мог там ну например кому-то показать если бы кавера очень крутой там но не в принципе всех хорошо хорошие вот оставляю по возможности комментарии но чисто физически например всем отвечать не могу когда мне задают в тот же самый директ вопросы касательно например если у кого-то депрессивное состояние не знает как там справиться с какой-то проблемой я стараюсь выходить на связь но тоже не всегда получается вот и я перед своей аудиторией всегда извиняюсь если я кому-то не отвечаю но этого снова все связано с маской с ними маску материться же нельзя вот там в основном это смешно я как бы хейта абсолютно нейтрально отношусь я думаю это даже не хейт это просто когда человек хочет чтобы его тоже услышали просто он не знает каким способом это сделать я например понял то что у меня это данный способ эта музыка этот человек думает то что он может оскорбить человека и привлечь на себя внимание это выбор каждого я думаю со временем они прекратят это делать и найдут что-то более интересное ну я бы не сказал бы и вот слежу за в тик-токе за вот real girl есть enter the spice они real girl я так понимаю играет на гитаре и она по-моему музыкальная школа закончила если не ошибаюсь вот за поющими за вот этими слежу есть еще несколько я просто это такой вопрос на который надо сесть и подумать например из те кто делает мемы какие-то смешные видео и я костромин это с евой это вообще чумовые ребята я постоянно когда захожу в тик-ток захожу к ним чтобы посмеяться типа они очень классные мало я в тик-токе сижу мало все-таки мало слежу за dream team я слежу за хайп хаусом в любом случае тоже слежу за ребятами потому что они создают какие-то тренды они прикольные вот и в любом случае я также смотрю как у ребят с legacy расходится звук мне интересно что делает типа как 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 у нас же есть креативная тоже прекрасная группа с которой вот как раз мы сейчас приехали снимает клип с липи костя ким его зовут и мы постоянно с ним что-то смотрим последний пример этот нэйдж нет интереса трек и мы смотрели мониторили как люди создают тренд массово это за этим очень прикольно наблюдать как растут те же самые клипы данный тренд он развивается вот это очень интересно смотреть с деньгами у меня как сказать хотел сказать плохие дела да не дела-то неплохие я имею до именно с ними у меня нет никакого коннекта с ними мне они испортили в какой-то момент жизни я стараюсь не материализировать вообще ничего то бишь я просто делаю я делаю это с душой и стараюсь не подвести своих вокруг близких вот и все я помогаю семье помогаю своему окружению также и ребятам с кем работаем вот стараюсь просто помогать на себя я трачу блин я купил одни кроссовки я так радовался ими они до сих пор на мне и типа я дорожу ими вот ну и они в какой-то момент испортили мне жизнь они сыгра но они сыграли как раз значимую роль в до и после вот про что я говорил про жизнь на сегодняшний день я не я уже я просто говорил об этом в инстаграме я сейчас стараюсь как-то раскрываться чтобы не держать это все себе и не закрываться от этого мира стараясь подписчиками разговаривать я записывал относительно недавно видео когда как я рассказывал про то как я ушел вот у меня было депрессивное состояние когда я рассказывал это в инстаграме после этого мне как-то легче стало у меня потерялся коннект семьей и какой-то момент с родителями произошел конфликт я его не понял до сих пор не понимаю вот и я принял решение то что я больше так не могу и находиться в таком очаге я больше не могу на тот момент и мы хорошо общались с джаро архан и в какой-то момент мы поняли то что почему бы нам не пожить на студии и вот полгода мы жили на студии были моменты когда мы ну когда мы да мы не мылись там по две-три недели ну мы просто не некуда было идти но я очень благодарен данный как раз вот этому данному промежутку времени потому что он меня очень сильно закалило и научил можно сказать выживание поэтому сейчас данный момент я уже ничего не боюсь я начал общаться с сестрами мне две сестры ольга анджела и я вот с ними начинаю налаживать контакт потому что и с ними тоже я связь потерял вот с родителями я я я просто в данный момент в данный момент помогаю материально вот и все да конечно на меня гнетет потому что она в любом случае не решена еще но я думаю мне предстоит это решить я думаю справлюсь касательно образование такое мнение что делайте в любом случае что что вам нравится это основополагающие вообще жизни наверное если не делать то что хочется то можно в какой-то момент еще и сломаться поэтому если вы не хотите учиться в любом случае будете чему-то учиться независимо там от университета это или самообразование либо это колледж либо это вообще индивидуальные какие-то занятия бы в любом случае будете обучаться но есть конечно соц структуры например это медицина это полиция это пожарная какая-то безопасность на нее в любом случае учиться потому что если вы возьмете там я не знаю скальпель или нож в руки я бы не доверился бы человеку без образования тот который не прошел аспирантуру интернатуру и шести годовое обучение лечебном факультете конечно да это в это важно ну я как бы сам просто по образованию я закончил колледж на зубного техника мне всегда говорили типа что ты вот четыре часа поработаешь коронки отобьешь денежку заработаешь агроне не могу если я буду находиться в одном и том же помещении 24 на 7 с людьми о которым поговорить не о чем я не смогу ни в коем случае не я не оскорбляю людей кто работает в данной профессии всем благ просто это не мое политика это уже касательно вопросов я человек человек который постоянно пишет какие-то схемы пишет какие-то типа проекты что-то что-то придумывает и так далее эти по без этого вообще никак не могу и мне бы хотелось бы в первую очередь заняться благоустройством вот это мне в первую очередь важно и инфраструктурой потому что у нас очень много магазинов когда в городе очень много продуктовых магазинов значит там очень мало кафешек или чего-то еще и так далее не архитектор нет я расписываю расписываю план например например что для этого нужно как это реализовать сколько нужно для этого например ресурсов каких-то сколько это будет длиться по времени и так далее то бишь пишешь 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 это все в стол каждый какой-то идея есть свое время но в любом случае возможно когда-то придет а глобальная человечество касается не это я бы не сказал что там прям что-то вау не-не-не мне мало мало по-малому надо типа не задирать нос и думать о том что в космос полететь ни в коем случае надо типа рационально относиться к своим силам и возможностям поэтому там такие типа во-первых труд много людей которые без трудоустройства вот этим бы хотелось бы тоже про это думать можно было бы соединить благоустройство с трудом у кого нет типа трудоустройства ну там ладно надо сначала попробовать в практике реализовывать прежде чем мы даже об этом говорить это надо договариваться это надо общаться общаться с людьми не не никакая мэрия не там типа нет такого что это прям согласование какое-то и что-то в этом роде я вообще верю в то что можно делать вещи и какие-то интересные при этом всем не отчитываться кому-то возможно после этого мне как раз зададут вопрос так ну что ж я бы ответил то что личная жизнь на то она и лично хотелось бы ее оставить при себе и с собой но могу сказать то что для меня важна взаимность очень сильно то бишь если я вижу то что человек также взаимен как я то будет все прекрасно это приятно то что я интересен в этом но не интересно для меня все-таки важно с одним человеком да я не знаю как то абсолютно нейтрально отношусь когда кто-то что-то в себе изменяет конечно если это близкий человек я бы постарался убедить его в том что он он прекрасен и так потому что естественность например для меня очень важна естественность я не очень люблю когда девушки например вот у вас при прекрасно все у вас макияж все все замечательно иногда бывает чересчур я просто этого не понимаю как-то потому что для меня и так типа все люди прекрасные блин зачем что-то изменять в себе понимаю убивается какая-то аутентичность что ли тебя ты вот родился таким и блин ну что я конечно понимаю сейчас может быть задан вопрос а вот например если там что-то такое чего там люди шарахаются и так далее у тебя например будь на теле или на лице выбор каждого но если это близкий человек я постараюсь убедить его в том что он и так прекрасен единственное чё я себе скорее всего сделаю операцию потому что у меня и это не тюнинг это меня болит очень сильно бог потому что у меня левая сторона на переломано все все ребра ну это когда будут ломать всю грудную клетку и по жизни произошло и в один момент я заметил то что у него типа ребра вот так вот и типа они в какой-то момент начинают уже давить на сердце да я много падал у меня типа все руки переломаны многие шеи все переломы бурное активное детство я частник у нас в частном дому деревья и как бы как не построить шалаш на яблони вот как так там было сначала один шалаш я с него упал провалился потом построил второй и вот так вот штук восемь по-любому было еще за за абрикосами надо лазить вот поэтому да могу могу смешную историю рассказать но она смешная на данный момент на тот момент она не очень смешная была мне пришла идея построить шалаш летом на крыше крыша железная на раскаленные я лезу по забору получается и такое ну вот я залез на крышу сейчас руки положу на крышу кладу руки и понимает что она раскаленная горячая и а вот вот так вот падаю я падаю получается параллельно забору на торчащих гвоздь вот и меня располосовала всю ногу и я по получается я фактически висел на гвозде потом это звучит страшновато вот но по итогу все нормально единственное что это мне было шесть по-моему лет где-то я прибежал домой к бабушке я сначала не понял чего произошло я просто прибежал домой бабушки у меня типа шок от того что я упал они того что у меня прополосовал всю ногу и воткнут гвоздь в ногу я прибежал домой говорю бабушка бабушка я упал он такая смотрит ну типа упал упал ну ты нормальная история вот она смотрит на ногу и она очень сильно удивилась я посмотрел на эту ногу она вся в крови и естественно я упал в обрак проснулся от того что меня пьяный дядя пытается вот такой вот иголкой от подошвы зашить веселая частная жизнь детей детей кто-то бережет поэтому все будет хорошо да есть одно из самых главных испытаний это когда приходит популярность какая-то да хоть и я но я например я просто я не ощущаю себя мне постоянно вопросы задают те же самые подписчики ощущаешь ли ты типа себя каким-то популярным вообще нет типа что я вот не знаю у меня ничего такого нет популярного вот кроме наверное единственное с чем могу похвастаться это песнями и все в один момент когда приходит популярность также приходит наверное что что-то материальное не сломаться не потерять в этом интерес и не начать заниматься какими-то вещами непонятными потому что будет будут появляться люди вокруг которые будут зариться на все это как бы это ну возможно это грубо будет звучать но она так и есть и в этот момент главное не сломаться идти по выбранному своему пути изначально и с людьми которыми изначально я сейчас данный момент нашел ну не в данный момент уже давно нашелся для себя вот очаг такое это вот как раз наше объединение и я им ну я прямым дорожу типа и все люди там находящиеся для меня очень близкие люди меня очень раздражает когда не говорят правду когда что-то утаивают раздражает когда соседи шумят наверное не знаю и последнее наверное раздражает раздражается кожа после бритья я не знаю я люблю шоколадку потом я люблю свою свою жизнь и люблю людей которые умеют радоваться за других и и умеют радоваться вместе с другими вот это тоже очень важно наверное самый самый первый был бы это воскрешать людей какой-нибудь второе это не видимка третий наверное телепортации я бы выбрал телепортации чтобы сократить время например в той же самой москве это это ехать из одной точки в другое это надо очень много времени потратить вот вот этим еще мне москва чем не привлекает вот саратове что встал все ты уже на работе я просто на студии постоянно нахожусь я стараюсь планировать но снова когда планируешь все идет не так вот все идет не так естественно ну типа касательно музыки есть планы они в голове грандиозные но них говорить не хочется потому что потом будешь с себя же брать брать вот это вот почему ты же говорил вот так вот а почему ты это не выполнил поэтому я просто стремительно стремлюсь к реализации в музыке вот я думаю через десять лет я стану хорошим музыкантом надеюсь точнее даже не хороший музыкант а стать личностью за которые которые будут с которой будут возможно брать примером там и либо будут это наверное немножко че слышно звучит вот про пример не знаю но хотелось бы помогать тем же людям чем-то пройдя например свое что-то я бы мог бы сказать то что вот если ты вот начинающему музыканту вот так вот так вот так вот у меня было смотри вот тут вот тут не ошибайся а вот тут вот так вот так вот получится круто если хочешь по-своему в любом случае по-своему все делать но подсказывать помогать вообще я бы социальной деятельностью бы очень хотел заняться потому что например в нашем городе все проблематично с этим и хотелось бы в первую очередь в своем городе заняться этим потому что я люблю свой город и люблю людей да я не я бы вообще не планировал бы куда-то уезжать что-то я не я не знаю почему многие едут я понимаю почему многие едут в москву и либо в питер либо в какие-то другие крупные города но я верю в то что центром мира может быть любая точка на карте я в это я очень много в москве бываю также по другим вопросам вот и я не могу больше здесь максимум ни на 7 дней хватало я не могу потому что темп я к нему без проблем в этот поток в стану буду себя чувствовать немножко ну не комфортно но в любом случае буду выполнять его то что то что надо это что хочу просто хочется как-то первую очередь самому себе как раз про эту точку доказать данный момент в стальных сетях будут появляться сниппеты будут промо ролики анонсы альбома 16 апреля выход альбома под названием жить не запретишь том 1 как бы я свою жизнь всегда представлял как книгу вот и мне хотелось бы как раз вот это реализовать я всегда хотел описать музыкальные книжки и 22 апреля в екатеринбурге концерт 24 апреля в москве и 25 апреля в петербурге приходите если приходит если придете у меня мало практики конечно но с учетом того что просто опыт из детства и я постоянно в лагере выступал на фестивалях тех же самых есть замечательные лагеря в саратове березка я в нем отдыхал восемь лет подряд и каждый год третье смены это фестивальные смены и мы там выступали наряжались как только не наряжались я и в юбке и в трусах и как 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 только не было поэтому в плане концертов я и я волнуюсь естественно есть переживания но я уверен то что будет все на высшем уровне потому что во первых вот эта синергия когда люди приходят на тебя и ты настолько сильно хочешь отдаться с то что ты не можешь сделать это как-то иначе как хорошо офигенно выступал вот конфуза в ониксе был концерт крутой концерты миша вообще безумно молодец и мы его там выступили круто когда весь зал поет это невероятная атмосфера я прям таким вот ситуациям мероприятием я очень благодарен потому что ты заряжаешься как батарейка ставишь куда-то на зарядку и заряжаешь всего то же самое абсолютно и ты полон сил потом ну наверное нет одна из ну там получается три главных песни сейчас вот добавилась еще одна которая в как бы в пуле в таком как сказать хиты это просто услышь меня вали и я и возьми сердце мое но есть еще прекрасный трек собака вот и жить жить не запретишь и мегаполис для меня все каждый трек важен по-своему потому что это свой временный вот этот промежуток который пройден был и в выплеск его времени этого самое главное жизни найти себя когда ты найдешь себя ты будешь взаимодействовать с этим миром намного приятнее нежели когда ты будешь думать о том что что нужно мне или не нужно и так далее а я сейчас пребываю в замечательном состоянии нежели что до было поэтому да я я думаю нашел себя не во всех аспектах но в музыке по крайней мере я точно нашел себя но и про в любом случае продолжу нет нет я не нашел себя я я просто пребываю в таком сцене когда мне это приятно находить себя иногда бывает неприятно иногда просто хочется забыться спасибо большое за то что пригласили страна fm очень приятно здесь находиться у вас хороший коллектив хотелось бы пожелать подписчикам и тем кто смотрит данное интервью берегите себя берегите своих близких и спасибо что посмотрели слушайте песни и команде legacy music огромное спасибо спасибо